Тураковую атаку Георгий Афанасьев не забудет никогда. Август 41-го. Хаджибейский лиман в нескольких километрах от Одессы. Враг отчаянно рвется к городу. Молодой матрос, прослуживший год на метеостанции в бомбардировочной эскадриле морской авиации, после передислокации летчиков откомандирован в 1-й черноморский полк морской пехоты под командованием полковника Осипова. Сказали, вот в 2 часа пушка выстрелить и подниматься в атаку. Без всякой арт-подготовки, потому что не было ни артиллерии, не было ни танков, ничего не было, ни авиации там. И вот пошли в атаку. Нас с мулеметом скосили, мне прямо в плечо. Я потрогал кровь. Лежать пришлось до темноты. Эти часы едва не стоили жизни истекающему кровью матросам. А солнце жарит, пизжажда такая. И часом, наверное, в 8 я лежал там, среди убитых товарищей. Слышу санитар голос, то раненый. Я поднялся, винтовочку взял и пошел на винтовку. Встречает командир, в первую очередь спрашивает, а где твоя винтовка? А я знал, что случаи были, раненые оставляли винтовку и его на месте расстреливали. Вот так было. Ранение оказалось серьезным. Эвакуация в тыловой госпиталь в Грозный, операция. Пулю, которую врачи извлекли из предплечья, Георгий Петрович носил с собой всю войну. Впрочем, он до сих пор ее хранит. Вот эту пулю беля. Она и спасла, и как через ванну была, и в дальнейшем. Впереди Георгия Афанасьева ждали великие знаковые битвы. Оборона Ростова, Севастополя, Новороссийска. Земля горела под его ногами. Война оставила в сердце ветерана глубокий след. О юности в тельняшке, верных товарищах он уверен, что именно дух боевого морского братства стал залогом многих побед, которые он одерживал на жизненном пути. Сергей Чураков, Лариса Кучерова, Геннадий Смирнов. Телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наши утром». Субтитры создавал DimaTorzok